Мир на пороге Третьей мировой. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какие слова экспертов поразили всех на этой планете. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Стало известно, что Украина вернется к переговорам с Россией лишь в том случае, если та вернет все территории, захваченные после 24 февраля, и выведет войска из районов, захваченных до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Об этом заявил в интервью японскому телеканалу президент Украины Владимир Зеленский. «Мы делаем совершенно правильно, мы боремся за себя, чтобы мы дошли как минимум до разграничительных линий 24 февраля, а потом мы еще раз предлагаем садиться за стол переговоров и договариваться о мире, о прекращении войны и возвращении наших территорий», – подчеркнул Зеленский. Между тем, бывший госсекретарь США Генри Киссингер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой. По словам политика, если мирные переговоры не возобновятся в течение двух месяцев, то военные действия могут распространиться на весь европейский континент. Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясение и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. «В идеале разделительной линии должен быть возврат к прежнему положению дел. Продолжение войны после этого будет не за свободу Украины, а будет новой войной против самой России», – сказал Киссингер. По словам политика, Запад должен прекратить попытки нанести сокрушительное поражение российским силам в Украине, поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности на европейском континенте. Он отметил, что Россия больше 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем. Но, тем не менее, в Киеве не согласны с таким мнением и удивлены тому, почему Украина должна жертвовать своим населением и своими территориями, чтобы Россия распространяла свою агрессию и свое мнимое господство во всем мире. Потому что, как утверждает в Украине, чем больше давать свободу Путину, тем больше он будет забирать. А вы как думаете, свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А американский финансист-миллиардер Джордж Сорос на Всемирно-экономическом форуме в Давосе заявил, что события в Украине, возможно, стали началом Третьей мировой войны. «Сторжение, возможно, стало началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может ее не пережить», – сказал Сорос. Об угрозе Третьей мировой заявили и российские власти. Глава российского МИДа Сергей Лавров в начале марта говорил, что в случае начала такая война была бы разрушительной ядерной войной. Тогда он ответил на слова президента США Джо Байдена, который назвал масштабные санкции против Москвы альтернативой Третьей мировой. При этом, если в марте Лавров заявлял, что не верит в возможное начало ядерной войны, то в конце апреля он назвал риски ядерной войны весьма существенными, отметив, что эту реальную опасность нельзя недооценивать. Позже он пояснил, что его слова нельзя трактовать как игру России такими опасными понятиями. Ими, как отметил Лавров, играет не она, а власти Польши и Украины. Стоит отметить, что в Украине в принципе нет ядерного оружия и она никак не может угрожать огромной России. По словам министра, он имел в виду, что все должны быть привержены заявлениям ядерной пятерки и ядерной войны. Никогда не должно быть, передает РБК. Но такое ощущение, будто российский дипломат пытается всему миру показать, что решать все в мире будут те страны, которые имеют ядерное оружие. Может поэтому они подумали, что могут захватить Украину? Ведь если у них ядерное оружие, то им все можно. А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что со среды в стране вводится чрезвычайное положение на фоне конфликта в Украине, который вызвал экономические потрясения в Европе. Соответствующие заявления он сделал во вторник. По его словам, конфликт в Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности страны. Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с Конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение, сказал он. Глава правительства подчеркивал ранее, что введение эмбарго на импорт российской нефти вызовет в Венгрии серьезные проблемы с поставками, подорвет энергетическую безопасность страны и обернется ценовым шоком для ее населения и бизнеса. Он отмечал, что его страна выступает против необдуманных санкций в отношении России. Тем самым он не отказался от введенных санкций против России, но потребовал, чтобы Европейский Союз нашел выход из этой ситуации. Но события продолжают развиваться, и суд в Киеве уже приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку. Шишимарин – первый россиянин, обвиняемый в военных преступлениях в Украине. Ранее он признал свою вину в Киевском суде. По версии следствия, 28 февраля командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Шишимарин застрелил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области. До этого колонна, в которой был Шишимарин, была разбита в СУ. Убегая, сержант и еще четверо российских военных обстреляли частный автомобиль и захватили его. На угнанной машине они заехали в село, убив по дороге мужчину, который возвращался домой на велосипеде, и разговаривал по телефону. Один из военных приказал Шишимарину убить мирного жителя, чтобы тот не сообщил о них украинским военным. Как вы относитесь к тем зверствам, которые Россия творит в Украине? И если Центральная Азия думает, что на ней это никак не отразится, то это большая ошибка. Ведь проблемы с продовольствием цены коснутся также и нашей страны, а сотрудничество с агрессором принесет мало чего положительного. А вы как думаете свои ответы? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.